Добрый день! Меня зовут Шуров Василий Александрович. Я врач-психиатр, психотерапевт. Более 15 лет я помогаю людям с различными психическими заболеваниями. Сегодня мы разберем очень интересную тему – панические атаки. Под классической панической атакой подразумевается внезапный приступ тревоги, приступ, не связанный с какой-то реальной опасностью для человека и проявляющийся рядом тяжелых вегетативных изменений – ощущение кома в горле, ощущение нехватки воздуха, сердцебиение, головокружение, страх потерять сознание, внезапный страх погибнуть. Как правило, у каждого свой контекст, запускающий эту ситуацию. У кого-то они случаются вечером, лежа в кровати, когда человека ничего не отвлекает, и он своими мыслями возвращается к какой-то тревожащей его проблеме. У других людей, наоборот, это, допустим, по типу агарофобии, когда человек вынужден даже отказываться от походов в магазин, походов в общественные места, потому что появление в таких местах провоцирует приступ паники. У других боязнь замкнутого пространства, у кого-то боязнь высоты, у кого-то боязнь резких звуков и вспышек. То есть ситуации совершенно разные, пусковые механизмы индивидуальные, результатом является резкий выброс адреналина и запускается симптоматика панической атаки. В дальнейшем вне приступа остаются такие симптомы, как повышенная тревожность, нарушение сна, чувство вот этого кома в горле, затрудненного дыхания, что-то давит за грудиной, колет в подреберье. Есть соматические проявления, причем человек обследуется, он искренне идет к терапевту, гастроэнтерологу, делает электрокардиограмму. Некоторые доходят до томографии головного мозга, но результатом является то, что ничего не находят. Все говорят, да ты здоров, хватит уже ходить по докторам, иди работай. Это еще более усиливает чувство тревоги. Человек становится, прям у кого-то появляется канцерофобия, у меня, наверное, рак, никто его не может найти, я умру. Кто-то там боится внезапной смерти, люди уже начинают бояться ходить на работу, брать на себя ответственность. И таким образом формируется замкнутый круг, если у кого-то была одна паническая атака в месяц, то через какое-то время они становятся еженедельными, чуть ли не ежедневными. Очень важно в этот момент осознать, что это ни в коем случае не какая-то тяжелая психиатрия, это все легко лечится. Есть специальные приемы психотерапии, индивидуальной саморелаксации. В некоторых тяжелых случаях мы подберем препараты, но нужно четко понимать, если такая симптоматика пошла, это врач-психиатр, психотерапевт, обращайтесь, мы поможем достаточно быстро, вопрос легко решается. Симптомы панических атак весьма разнообразны. Изначальным пусковым механизмом является повышенное чувство тревоги, страх. Что такое паника? Это вот древнегреческий бог Пан, который в лесу людям внушал чувство ужаса, то, что они бежали, не разбирая дороги. Вот приблизительно с этим можно сравнить состояние. Есть определенные предвестники, человек предвидит, что ему может быть плохо, начинает себя накручивать, у него происходит выброс адреналина, ком в горле, затрудненное дыхание, темнеет перед глазами, начинается головокружение, человека трясет, у него какие-то спазмы в кишечнике, у него тахикардия. Это еще более его пугает. Возникает чувство страха смерти, ощущение беспомощности. Я сейчас в людном месте потеряю сознание или наоборот у себя дома, я один сейчас потеряю сознание, никто мне не поможет и я просто погибну. Поэтому таким людям очень часто вызывают скорую помощь, родственники или наоборот в общественных местах. Их госпитализируют, обследуют с ног до головы, ничего не находят. Это еще больше усиливает тревогу и панику, как так, ничего не нашли, значит у меня какая-то редкая болячка, или у меня там рак начинается. И человек полностью теряет контроль над своей жизнью. Многие становятся социально неактивными, боятся выйти из дома без сопровождения родственников, избегают любых ситуаций, которые могут спровоцировать, постоянно думают на эту тему, тем самым накручивая себя и утяжеляя состояние. Всегда нужно помнить, что это лечится в условиях амбулаторных, даже не требуется госпитализация. Просто нужно прийти на консультацию к психиатру. Почему-то психиатр стоит последним в списке врачей. Ко мне приходят вот с большущими историями болезни, обследованными с ног до головы. Там и гормональный профиль сделан, и МРТ головного мозга, и какие-то сложные снимки сосудов с контрастированием. То есть, получается, люди обследованы с ног до головы. Четкий стоит диагноз, абсолютно здоров. Ничего у тебя нет, потому что дебют это все-таки 30-40 лет. У кого-то жизненные кризисы, кто-то становится начальником к этому времени с выраженной гиперответственностью. Естественно, возможности у людей самые широкие, их все специалисты смотрят, ничего не находят. И результатом является визит к психиатру. И мы спокойно за несколько психотерапевтических сессий, у кого-то мягкая медикаментозная поддержка. Мы разрываем этот порочный круг. Человек успокаивается, берет свою жизнь под контроль, у него уходит тревога. Он начинает спокойно строить планы на будущее. У него формируются новые адекватные модели поведения, где он полностью себя контролирует. И ситуация проходит. Эта неврозоподобная симптоматика, она проходит без следа. Причины панических атак можно разделить на несколько групп. Ряд панических атак действительно связан с заболеваниями внутренних органов. Часто это заболевания органов эндокринной системы. Например, гиперфункция щитовидной железы или гиперфункция надпочечников. Механизм тогда классический. Идет выброс адреналина, он запускает паническую атаку. Вроде других внешних изменений у человека еще нет. Но вот это высокий базовый уровень тревоги, страха, постоянные всплески адреналина. Они достаточно быстро изматывают организм. Человека начинают обследовать, выясняют повышенный уровень гормонов и лечат уже эту причину. Еще одним из распространенных способов и причин возникновения панических атак я считаю употребление наркотиков. Особенно таких групп, как психостимуляторы, опиоидные группы, психоделики. Они изменяют нейромедиаторное соотношение мозга. И либо в состоянии интоксикации у человека возникает паническая атака. Либо в абстинентном периоде, когда возникает тяжелейший дисбаланс нейромедиаторов. И человек начинает просто впадать в панику от малейших проблем. Это немаловажный аспект. Его не стоит исключать. И часто вот излечив наркоманию, мы убираем вот эти панические атаки. Ну и конечно люди с определенным психологическим профилем. Это так называемые тревожно-мнительные личности. Или женщины истерического склада. Люди, у которых было много проблем в жизни. У кого было тяжелое детство. Или дисфункциональные распадающиеся семьи. Дети, воспитанные в состоянии постоянного стресса. Организм длительное время находится в состоянии компенсации. Но проблемы не решаются. Не уходят. Они накапливаются изнутри. И что называется, в один прекрасный момент этот клапан прорывает. И он проявляется в виде панических атак. Таким людям необходима психотерапия. Подробный разбор ситуации. Выяснение причин. Пусковой механизм может быть самый разный. Потеря работы. Либо наоборот тяжелые нагрузки на работе, когда человек слишком много на себя взял. Или неадекватный начальник, постоянно повышающий требования. Или меняющий условия работы. Или расставание с мужчиной или с женщиной. Или наоборот завязывание новых отношений после расставания в результате длительных отношений. То есть пусковой механизм не имеет значения. Я всегда говорю пациентам, что не нужно путать причину и повод. Повод может быть самый разнообразный. Зачастую его даже невозможно обнаружить. Просто вот на ровном месте у человека лег в кровать. У него возникла тяжелейшая паническая атака. Причина мы всегда разберемся. Отлистаем немножко жизнь назад. Еще больше. Дойдем до детства. Мы всегда выясним, где какая проблема. И психотерапевтическими методами этот вопрос закроем. Поможем человеку взять свою жизнь под контроль. Один из наиболее частых вопросов. А что делать, если случилась паническая атака? Во-первых, надо четко понимать, что это очень кратковременное состояние. Оно связано с выбросом адреналина. Адреналин моментально распадается в нашей крови. Он не может долго действовать. Это 1, 2, 3, максимум 5 минут. Нужно четко понимать, что все эти симптомы приходящие, они быстро пройдут. Как правило, еще одним пусковым механизмом является гипоксия. Поэтому очень важен контроль над дыханием. Причем даже зачастую сам тот факт, что человек отвлекается на дыхание, начинает его контролировать, у него уходит тревога, уходит ощущение страха. И максимально быстро симптомы проходят. Поэтому первое, что нужно сконцентрироваться на дыхании. Есть там метод пятерки. То есть на 2, раз-два глубокий вдох задержали, и на раз-два глубокий выдох. И вот так вот подышали, подышали, раздышались, успокоились, подумали о чем-то хорошем, на что-то отвлеклись. И паническая атака рассосалась максимально быстро. Очень важно, если человек понимает, что у него это случается в замкнутом пространстве, допустим, в лифте. Может где-то пройтись пешком или зайти в лифт с другим человеком, одному не ехать. Если это происходит в супермаркетах, то постепенно приучать себя приходить туда одному. Ну, по первости, пусть вас будут сопровождать родственники или друзья, ничего в этом позорного нет. Ну, вы потихонечку натренируетесь. Ну, важна осознанность, понимание, что это состояние жизни не угрожает. Оно крайне неприятное, но оно кратковременное, несмертельное. Его можно контролировать. Мы даем целый алгоритм, как контролировать. Там и дыхание, и медитация, и дневник самоанализа, где человек подробным образом анализирует вот эти мысли, запускающие у него этот механизм, и учится их избегать. То есть различные варианты, ну и сами психотравмирующие ситуации, стрессовые, мы их просто прорабатываем, закрываем. И в дальнейшем, изменяя самого человека, устраняя причину, мы устраняем такой неприятный симптом, как панические атаки. Один из самых распространенных вопросов, а с чем нужно дифференцировать, с чем часто путают панические атаки? Действительно, с точки зрения самого человека, с которым случилась паническая атака, и с точки зрения окружающих, это выглядит как какое-то очень тяжелое, жизнеугрожающее состояние. Этих пациентов обследуют с ног до головы, их забирает скорая, в них разнообразные специалисты, по поводу их часто собираются консилиума, пытаясь хоть что-то найти, какое-то подобрать лечение. В конце концов, они попадают к психиатрам. Если психиатр там какой-то занятой, ему лень возиться, он просто назначает элементарные успокоительные, транквилизаторы, противотревожные препараты, не занимаясь причиной, не объясняя человеку, что нужно отрегулировать свой режим сна и бодрствования, уменьшить количество нагрузок, где-то себя разгрузить от ответственности, делегировать это другим людям, поработать со своим подсознанием, решить неразрешенные внутриличностные конфликты, отработать какие-то детские травмы. Без всего этого, когда человеку просто дается симптоматическое лечение, на тебе таблетку, получается, мы лечим симптом и не лечим причину. Поэтому очень важно отработать с психотерапевтом именно все свои конфликты на уровне бессознательного, все свои неправильные реакции на стресс, почему в организме пошла дезадаптация, почему это уже дошло до таких явных бурных симптомов. И только отработав это, только осуществив некий личностный рост, изменившись, человек уходит от этих панических атак. Я это вообще предлагаю рассматривать как сигнал к переменам. Если панические атаки возникли, значит, пора меняться, значит, что-то происходит не так, ты как-то не так реагируешь на жизнь. И попав в руки опытного специалиста, человек просто вырастает из этой ситуации, ему самому через какое-то время становится смешно, как он мог вот так реагировать на такие банальные вещи. Это нормально, в этом нет ничего постыдного, просто придите к специалисту и мы решим ваш вопрос. Один из наиболее частых вопросов, а как лечить панические атаки и можно ли вылечиться? Конечно, вылечиться можно и нужно. Панические атаки относятся к неврозоподобной симптоматике, они не вызывают тяжелых психических изменений в организме человека, поэтому лечатся и лечатся достаточно легко. Очень важно понимать, что есть повод, это пусковой механизм, когда запускается паническая атака. Есть причина, какие-то внутриличностные конфликты, стрессовая декомпенсация, тяжелые напряженные отношения в семье или на работе. Всегда есть причины. Психотерапевт обследует человека, общается с ним, выявляет причины, позволяет ему сформировать новые модели поведения, объясняет, как это действует на симптомы панической атаки. Человек осуществляет определенный внутриличностный рост, меняется и панические атаки уходят. На первых порах, когда наиболее тягостное состояние, доктор может назначить препараты очень кратковременным курсом, которые подавляют возбуждение, нормализуют сон, убирают тревогу. Естественно, речь идет не о каком-то длительном приеме, и, упаси бог, не о пожизненном, а просто коротким курсом для того, чтобы погасить вот этот разгорающийся пожар. В дальнейшем человека учат определенным приемом медитации, успокоения своих мыслей, умения контролировать себя в разных ситуациях, учат планировать свои нагрузки, учат переключаться, наоборот, с умственных нагрузок на физических, с физических на умственные. То есть его жизнь становится более гармоничной, более сбалансированной. Некоторым людям нужна семейная психотерапия, чтобы восстановить отношения в семье. Варианты самые разные. Человек должен приехать к специалисту, во время беседы выясняется суть проблемы, и мероприятия осуществляются именно в направлении основной проблемы. А в дальнейшем, да, человек получает все лечение. Естественно, если нужно, он в любой момент может позвонить, приехать на коррекцию. Но, как правило, хватает трех-пяти сеансов для решения проблем с паническими атаками. Один из частых вопросов, а что дальше? Какие последствия нелеченных панических атак? Любое психическое состояние, если им не заниматься, имеет свойство утяжеляться. Вы сами можете четко понимать, что все начиналось с тревоги, с кома в горле, с какого-то беспокойства. Вы не придали этому значения. Через какое-то время нарушился сон, аппетит, стали возникать эти панические атаки. Вы начали терять знакомых, отношения, стали возникать проблемы на работе. И вот если все это не решать, оно накапливается, накапливается, накапливается. Неврозоподобная симптоматика со временем может перейти в психиатрическую. У кого-то может развиться тяжелая депрессия, у кого-то апатия. Кто-то вообще потеряет интерес к жизни, замкнется в пределах квартиры и будет бояться выходить на улицу. У меня полно таких пациенток, которые приходят с изначально с небольшим уровнем тревоги, с комом в горле, с какой-то тахикардией. Вроде бы симптоматика незначительная. Человеку говорит, что надо пройти курс психотерапии, отработать вот эти вещи. Он пропадает иногда на полгода, иногда на год. Потом все равно он к тебе приходит, когда понимает, что да, вот все, что ты сказал, оно потихонечку воплощается. Но выясняется, что кто-то уже и в психиатрической лечебнице полежал. Всем проведена куча немыслимых дорогих обследований. У всех гигантская история болезни. У кого-то семья уже распалась за это время. Кто-то там влез в какие-то немыслимые долги на лечение. Вот это все совершенно ненужные жертвы. Надо сразу выслушать все рекомендации доктора, отработать их, благо курс, он, как правило, очень короткий. Получить результат и забыть про эти панические атаки, не доводить до утяжеления, до депрессии, длительного приема антидепрессантов, до какого-то длительного санаторно-курортного лечения с целью восстановления организма. Чем раньше при первых симптомах начато лечение, тем легче вылечить, тем надежнее, стабильнее результат. Топ-3 проявлений и симптомов панических атак. Первая группа, самая важная, она присутствует всегда, это высокий уровень тревоги, напряжения. Причем тревога, она не мотивированная. Человек не понимает, откуда идет опасность, но он все время напряжен, у него ком в горле, чувство нехватки воздуха, он ожидает вот чего-то плохого для себя. У него все эмоции уходят в негативный регистр, все в темном свете, ничего хорошего он для себя не ждет, все прогнозы на будущее, они отрицательные, негативные. Следом накладывается вторая группа симптомов, которые не менее важны, они связаны с выбросом адреналина, это тахикардия, головокружение, потливость, тремор. Человек, что называется, идет в разнос различные спастические боли, то там в кишечнике, то в желчном. Это приводит к многочисленным обследованиям, сдаче анализов, посещениям кучи специалистов. У всех этих людей толстая амбулаторная карта, они обследованы с ног до головы, ничего не найдено. Вот раньше очень любили ставить диагноз вегетососудистой дистонии, никто толком не мог объяснить, что это такое, ну вот всем лепили, это у тебя такая особенная вегетативная нервная система, у всех она нормально функционирует, а именно тебе не повезло. Ну и третья группа симптомов, это уже психические, это вот именно страх смерти, страх потерять контроль над собственным телом, страх лишиться сознания в общественных местах, человек все время на этом фиксирован, размышляет, у него сниженный жизненный тонус, он всего боится, и вот первая капля адреналина, дальше эти страхи на него наваливаются, все это накручивается, одно запускает другое, и со стороны это выглядит, что реально он может умереть, хотя объективно никаких причин и предпосылок для этого нет. Если у вас остались вопросы по теме панических атак, звоните на нашу круглосуточную анонимную горячую линию, мы ответим на любой вопрос и обязательно вам поможем. Данное видео снято для сайта странапротивнаркотиков.ру